лет восемь назад мы в этой студии когда беседовали вы очень никита топили за пусть сирает говорили мои мои я защищал мои девочки мои девочки я и сейчас говорю потому что я называю из ваших девочек смотри я называл а что вышло из юродивых ну что-то вышло всех веков да они уродимы я же тогда говорил что я защищаю девчонок потому что они работают на уровне юродства вот тот же павленский которому напоминали он идейный или он просто ради под он и не какая у него идея он анархист какая у него идея я не знаю как анархист на то что он вы сейчас не принц его яркий художник потому что я знаю все это мнение крутят пальцем у виска в дальнейшем давдом двери поджог ну да но он же вот он я он же делает это и идеи надо просто я от этого отошел потому что я понял а идея ну как какая идея день и вот чекистами борьба во францию он пришел и когда поджог двери банка да это ж надо иметь смелость он же знает что он будет посажен он идет и не боится настоящее искусство оно не понимается массовым сознанием я ведь сознательно ушел во всю эту эпатажную сферу потому что я мог собирать да после любить по-русски ермак и собирал стадионы на коне боседал и я понимал иллюзорность а я был фаворе я и и меня давали контракты пятилетние контракты мне предлагали миллионы миллион долларов и член я не знаю на сегодняшний день шоу-бизнесе человека кто бы отказался от того чего отказался я но пять лет ты поешь то что мы тебе говорим песня аля любить по-русски песни высоцкого это не все мы сделаем из тебя живой символ талькова цоя и высоцкого поскольку мы знаем что ты с шальной свободное все миллионы тебе но гарантия того что ты в имидже любить по-русски короткой прическе поешь только то что мы тебе говорим и я не только этот контракт не заключил я потом не пошел кстати третья серия любить по-русски мало кто знает на грех мало кто знает что 95 год и название любить по-русски пролоббировал евгений семёнович матвеев царство ему небесное потому что ему в глаз кино сказали уберите название русский сейчас это везде тогда тогда же можешь макашов русские фашисты и так далее ему говорит убирайте а ему 10 лет не давали снимать и матвеев а сценарий написал валентин черных оскароносец за москва слезам не верит и матвеев пришел в госк кино и принес письмо и говорит если вы не дадите мне но я не буду менять название если вы не дадите мне снять любить по-русски под вот этим названием я покончу жизнь самоубийством говорил им дедушка больше 70 лет и обвиню вас приветствую вас друзья недруги доброго вам понедельника всем что я имел ввиду говоря пусирают с никитой борисовичем джигурда дело в том что 10 лет назад там двенадцатом году у меня был прямой эфирный такой проект очень ограниченные по времени строго и у меня на ухе висел продюсер который говорил там сколько осталось времени ну и какие-то отдавал там ну по поводу того что брать руку с кресла что-то загораживаешь и что-нибудь спросить у собеседника так вот про пусирают я повторю что очень ограничен жесткий был хрон потому что после меня сразу шли новости люди сидели в той же студии там наверху на площадке ности должны были быть ровно в то время в которой они должны были выйти не секундой позже но и не секунды раньше и вот начал говорить джигурда про пусирают вот это все там мои девочки а у меня жестко совершенно будет звучит что мы выходим из эфира вне контекста о том о чем мы говорим и получилось что я никиту оборвал на по условия и многие конечно восприняли это как ну такой какой-то цензурный фактор что в общем я не захотел говорить про пусирают хотя мне я с удовольствием на эту тему общался в тот период со всеми потому что тема была горячая я свое мнение не поменял я считаю что они получили то что они хотели то есть они не мечтали пропиариться и это им удалось так что здесь власти пошли на поводу на самом деле провокатор что тогда еще такой гулял демотиватор по сети что раскручиваем эффективно недорого рпц вот своим выступлением храме христа спасителя они прорвали там плотину гнева народного кстати к слову про гнев народ пропусирает выступление скандальный филиппа киркорова где он там на кресте выступал если сам не видел фотографии видел сети вот сейчас это является мотивация для отмены его сегодняшнего концерта в анапе он восемь вечера должен выступить на этом черноморском курорте там собраны подписи за отмену выступлением это мотивирует как раз там не только лгбц там повесткой не какой-то там качает пидорскую тематику именно то что вот он выступил аля пусирают но только не в храме христа спасителя на сцене это на минуточку разница большая я тут уже цитировал писателя мария арбатова который называет ублюдками тех людей в анапе активистов которые собирали эти подписи я считаю что люди имеют право протестовать а другие люди имеют право там проголосовать рублем пойти на филиппа киркорова киркоров во всяком случае неважно искренне искренне он артист о чем мы говорим на какой искренности мы вообще можем рассуждать но во всяком случае он позавчера записал обращение что он едет в крым и будет рад видеть раненых бойцов спецоперации на своих концертах я считаю это прорыв здесь надо поддержать не давать оценки нет опять же давать оценки можно сколько угодно что и при я ему не верю основные комментарии я мне какие я тоже ему не верю здесь ведь не это важно важно о том что наметился определенный тренд шоу-бизнесе и люди тем самым показывают что они остаются потому что раз они идут в крым они выступать они сделали свой выбор насколько искренне значение вот дать джигурды может любой что думает никита борисович по тому или иному поводу я не знаю он соложником стал своего вот этого рычащего образа на самом деле ну как вы наверное многие считаете а надеюсь не только мужик-то вот неплохой да и киркоров отличный мужик максим галкин он наверное хороший хороший профи мудак мудаком останется даже когда он вернется он останется вернувшись в эфиры вернувшись на площадке российские он останется мудаком просто о том что он говорил очень многие забудут народ у нас целом не злобливый и это тоже хорошо что вы не превратились в украину в этом смысле у нас отсутствует гражданское общество но как-то мы без него справляемся пусть это наших врагов огорчает